Реформа Совета Федерации Некоторое время назад спикер в Верхней Палате Парламента Валентина Ивановна Матвиенко объявил о начале реформы этого органа. Как Вы считаете, зачем вообще нужно реформировать Совет Федерации? Знаете, я могу судить только со стороны. Если брать, например, международный опыт, Верхняя Палата Парламента, как правило, играет достаточно существенную и важную роль. Есть пример Сената Соединенных Штатов, где, в общем-то, и возможности сенаторов, и авторитет у них крайне значительен. И они, в общем-то, обладают большими возможностями и в плане законопроектов, и в плане влияния на общество, в плане влияния на исполнительную власть. Мне кажется, что Совет Федерации в России мог бы занять существенно более активную роль, чем он играл до этого. Как-то так у нас оказалось, что Госдума играет первую, как говорится, скрипку, а Совет Федерации в этом плане, ну, все-таки пока менее активный, менее активно выступает, обладает несколько меньшим влиянием. Хотя, в общем-то, на мой взгляд, сами эти органы, они должны быть более или менее равны и по своему значению в политической системе, и по активности, и по уровню членов и Государственной Думы, и Совета Федерации. Насколько я представлю, именно с этим связана активность Валентина Ивановна Матвиенко. Она достаточно серьезную провела уже реформу внутри Совета Федерации, и в плане аппаратной, и в плане разделения комиссий, в плане занятия такой активной позицией. И, естественно, реформа Совета Федерации, она не могла состояться и без того, чтобы по-другому начать формировать сам Совет Федерации. Насколько я могу судить, это и делается для того, чтобы Совет Федерации получил большую степень легитимности, чем есть сейчас. И в том числе на длительный период туда и подбирались люди, которые обладали бы большей степенью и, может быть, известности, и большей степенью поддержанности населением соответствующих регионов. Не в формальном, в каком-то формальном моменте, а уже и непосредственной. Вот, наверное, вот с этим связано то, что идет реформа и Совета Федерации, и способов комплектования, собственно говоря, наделения полномочий самих членов Совета Федерации. А что простым людям даст эта реформа? То есть они будут больше знать о деятельности Совета Федерации или что? Знаете, есть разные подходы. Есть как в России, так и в других странах разные люди. Например, есть группа людей, которые уверены в том, что монархия – это лучшая политическая система для России или для общества. В других странах тоже есть такие люди. Система действительно монархическая очень проста. Есть монарх, наделенный властью свыше, и он уже так или иначе решает судьбы народа и принимает те или иные решения. Но многие, таких большинство, они, в общем-то, считают, что в современном мире такая форма управления, как монархия, она уже недостаточно эффективна. И многие считают, что демократическая система управления, она более соответствует современному обществу и реалиям. А в рамках демократической системы управления имеет место разделение властей. Есть законодательная власть, есть власть исполнительная, есть власть судебная. А вот классические, так повелось, что законодательная власть в современных условиях, она имеет, как правило, достаточно часто, и классические у нас, и Великобритания, Соединенные Штаты, другие страны. У нас есть две разных палаты, две разных палаты законодательной власти. Поэтому что это даст? Это даст, что одна из ветвей власти будет работать более эффективно. Там будут люди в большей степени связанные с регионами. Там будут люди, за которых так или иначе, ну если не голосуют, то их поддерживают, вводятся некие элементы выборности. Это может быть не избрание прямым голосованием, я думаю, что пока это не актуально, но это наделение полномочиями по выбору уже людей. А кого вообще планирует сенатор делегировать в Совет Федерации? Ведь это они же разрабатывают представленную реформу. То есть из числа кого люди будут выбирать? Знаете, предлагается по тому проекту, законопроекту, который есть, предлагается следующая схема. Надо понимать, что сейчас он в формате обсуждения. Совет Федерации сейчас переключился на очень такую открытую форму взаимодействия с обществом. Собственно говоря, сам проект он выложен для всего еще обозрения. И все люди, любой желающий, гражданин России, даже не гражданин России, может прислать свои комментарии, свои предложения. То есть здесь форма открытости максимальная. И, конечно, есть разные подходы, и по-разному люди это видят. Но в том проекте, который сейчас в формате изменений и дополнения, есть несколько форм наделения полномочий членов Совета Федерации. Первое, это связанное с представителем от органов исполнительной власти региона. Если сейчас представитель исполнительной власти, он непосредственно может того или иного человека предложить в качестве своего представителя, то предлагается форма, которая вводит элементы, ну если не выборности, то большей степени связанности с населением региона. А именно, когда тот или иной кандидат в губернатор идет на выборы, он предлагает вместе с собой, одновременно предлагает голосовать за три кандидатуры возможных будущих сенаторов. Предполагается, что во время голосования за того или иного кандидата в губернаторы, одновременно будет происходить рейтинговое голосование за, условно говоря, кандидатов в сенаторы. Будет три таких человека, и население конкретного региона сможет проголосовать за одного, второго или третьего. В зависимости от этих результатов сенатором станет тот человек, за кого проголосовало большинство людей. То есть, это означает, что сенаторы, которые будут по новому типу, в новом формате комплектоваться, которым будет Совет Федерации, уже исходя из нового закона выборов губернаторов, это люди будут более связанные с регионом, это люди будут обладающие большей степенью легитимности. Мы понимаем, проходят выборы, если уже голосуют люди, эти люди потенциально обладают большей степенью легитимности. И это люди, которые будут, конечно, в существенной, в большей мере ориентироваться на мнение самих избирателей. Это первый путь комплектования. Второй путь – это представители законодательных органов власти региона. Выборы будут происходить из числа депутатов законодательного органа власти и будут происходить уже решением самого законодательного органа, субъекта Федерации. Вот таким образом будет происходить комплектование Совета Федерации, исходя из того проекта, который мы обсуждаем. То есть предлагается избавиться от всяких миллионеров, миллиардеров? Ну, вот здесь скорее не идет вопрос о том, чтобы избавляться обязательно от миллионеров. Но, конечно, мы можем говорить, что в разное время в Совете Федерации было, если анализировать биографии людей, вот процент богатых людей, которые бизнесменов, был все-таки существенно больше, чем представителей других профессий. И это вызывало определенные вопросы, безусловно. Почему, например, такой-то регион представляет действительно какой-то миллиардера, а не человек, который постоянно работает в регионе? Это, кстати, еще один вопрос. В качестве одной из новаций законопроекта предлагается некий цен соседлости. То есть человек, который будет избираться, который будет представлять регион Совете Федерации, должен более пяти лет проживать на территории региона. Хотя относительно этого пункта идут достаточно большие дебаты. И сейчас, собственно говоря, принимается решение, это в порядке обсуждения, будет этот цен соседлости введен или нет. Потому что, с одной стороны, понятно, для чего это делается. Это делается именно для того, чтобы избавиться от случайных людей. И здесь не так важно, сколько у него там денег, так сказать, припасено в закромах. Здесь скорее вопрос о том, чтобы регион представляли люди, связанные с этим регионом, а не те, которые не имеют к ним никакого отношения. Таких случаев довольно-таки много было раньше. Однако, с другой стороны, ряд экспертов говорит, что это с точки зрения законодательной, с точки зрения равенства различных людей перед законом и тех или иных прав, это вызывает ряд вопросов. Поэтому именно эта новелла, будет ли она принята, это в порядке обсуждения. Хотя мы понимаем, что здесь стремление авторов законопроекта, здесь самое открытое и самое чистое. В этом формате есть некая логика, в этом решении она есть. Второй момент, который тоже обсуждается, достаточно активно, это возраст. И здесь тоже есть разные подходы. Пока в данном проекте было предложение 35 лет, что члены Совета Федерации, это люди, которые достигли 35 лет. И в этом есть тоже и плюсы, и минусы. С одной стороны, действительно, люди, обладающие определенным возрастом, они так или иначе предполагаются, что будут обладать большей степенью независимости, большей степенью такой вот взвешенности оценок. И для Верхней Парлаты Парламента, в общем, здесь есть некая логика. А с другой стороны, ряд экспертов говорит, что сейчас общество меняется, в общем, молодежь играет самые различные роли, и поэтому, повышая в воденнике возрастной ценз, здесь тоже по-разному это люди оценивают. И это вопрос, останется это нормой или нет. Но, опять-таки, стремнение авторов законопроекта здесь понятно, и некая логика в этом тоже есть своя. Вводится еще целый ряд таких новых моментов, но они носят более-менее незначительный характер. Максим Сергеевич, еще один вопрос, такой интересует меня, я думаю, читателей многих тоже. Вот смотрите, Совет Федерации работает без перерыва уже 20 лет почти. Реформа предполагает, что будут меняться сенаторы. А вы знаете, вообще предполагается в любом государстве, что органы власти, они работают без перерыва. То есть, имея в виду, что без выборов работает Совет Федерации, то есть, меняется треть, потом еще треть и так далее. То есть, получается, что будут в Совете Федерации работать люди, собранные по-старому и люди, собранные по-новому. Да, предполагается, что вот эта вот замена будет происходить естественным путем. В этом тоже есть своя логика. Конечно, можно всегда стремиться каждый раз построить, как, так сказать, в известной советской песне, мы наш, мы новый мир построим. Есть такой подход, давайте мы всех уволим, всех уберем и наберем новых. Но в органах управления логика немного другая. Все это время люди должны, в России должны приниматься законы. Перерывы здесь какие-то невозможные. Есть экономические вопросы, есть какие-то острые вопросы для государства. Законы должны приниматься. Перерыв в формировании Совета Федерации, ну это длительный перерыв. Пока будут выборы губернаторов, пока они пройдут, пока новые люди, пока они освоят, пока они подготовятся, пока они просто привыкнут к этой работе. Это не такая простая работа, и здесь нужно иметь определенный опыт. Если мы мгновенно будем пытаться заменить всех, то мы потеряем, вот на переходный период мы резко потеряем в качестве принятия законов и в скорости принятия законов. Это слишком большая угроза. Поэтому предполагается, что будут люди по старой схеме, будут обновляться губернаторы, будут обновляться законодательные собрания, и от них уже сенаторы будут приходить по новой форме. Это будет происходить эволюционно и постепенно, ну что и достаточно логично. Новый губернатор приходит, соответственно, он предлагает новых сенаторов, за них голосуют и приходит уже новый человек. Если у нас губернатор остается старый, наверное, нет необходимости проводить еще одни выборы, если согласно законопроекту предполагается, что будут выбираться рейтинговые голосования, нет необходимости объявлять еще одни выборы. А как вообще технологически будет проходить реформа? То есть будет принят законопроект, который передадут в Государственную Думу, и Государственная Дума будет его обсуждать, а потом этот же проект отправлять в Совет Федерации уже в виде закона, так получается? У нас все законы так принимаются. У нас сначала они проходят в Государственную Думу, потом в Совет Федерации. Тут особенность в том, что в Совет Федерации. Ну, здесь нет никакой разницы. Все законы у нас идут таким образом. И на самом деле Госдума принимает законы, в том числе и о выборах Государственной Думы, в том числе и о выборах губернаторов. Здесь нет никакого исключения. Согласитесь, было бы глупо создавать отдельный орган государственной власти законодательный, который бы отдельно принимал законы о том, как работает Государственная Дума. Наверное, в этом нет смысла. А есть какие-то временные рамки, когда собирают этот закон принять? То есть, вот сейчас уже активизировалась работа. Есть какое-то число, к которому нужно уже сдать готовые законы? Знаете, такого вот числа, когда нужно сдать, нет. Это как Госдума и Совет Федерации примет решение, избранными, собственно говоря, представителями народа, так и будет. Есть предварительное представление об этом. Вот сейчас, например, в ближайшее время будет приниматься закон, будет соответствующее чтение закона о Государственной Думе, о выборах губернатора. Сначала, наверное, нужно принять закон о выборах губернатора, а потом уже закон о выборах представителей от соответствующего органа, от соответствующего региона, от исполнительной власти. То есть, все идет постепенно. Насколько быстро будет? Опять-таки, это зависит от Госдумы. Закон, у нас есть три чтения в Государственной Думе. Вот как это пройдет? Это уже зависит от представителей, от избранных уже депутатов. Понятно. Спасибо большое. Вот еще один такой вопрос, достаточно интересный, на мой взгляд. На сайте Совета Федерации людей спрашивают, как они считают, что нужно сделать для того, чтобы популярность Совета Федерации возросла. Как вы считаете, что для этого нужно? Обычно, потому что по его работе мало кто знает. На мой взгляд, здесь такой вот необходимости резкого увеличения популярности. Мне кажется, для оценки органов государственной власти слово популярность, оно так возможно его использовать, но мне кажется, лучше использовать слово эффективность. Эффективность и авторитет. Вот если говорить о увеличении эффективности, увеличении авторитета, вот этот новый формат наделения полномочиями членов Совета Федерации, он и нацелен на то, чтобы и его легитимность, и его авторитет увеличился, ну и тем самым, если вам удобно использовать слово популярность, то и популярность. Для увеличения авторитета Совета Федерации, я думаю, рецепт здесь достаточно простой. Чем больше Совет Федерации, чем активнее он себя будет проявлять, чем больше от него будет инициатив, чем большую роль он будет играть в государстве, тем более известный, авторитетный, или, хотите, популярный будет Совет Федерации. Поэтому ответ на этот вопрос простой, и это зависит от самих членов Совета Федерации, и от, конечно, от руководителя, от Валентина Ивановна Матвиенко. Здесь очень сильно зависит, насколько увеличится популярность. Пока все, что она делает, показывает, что Совет Федерации будет существенно более авторитетной структурой. А нет ли никаких опасений насчет того, что Совет Федерации будет, как и прежде, все законы, которые поступают из Госдумы, практически все, в основном одобрять? То есть, по сути дела, его работа сведется к простому голосованию, да, мы поддерживаем этот законопроект. Или все-таки какие-то законы будут отправлять на доработку в Государственную Думу, спорить с ней, состязаться в каких-то вопросах? С одной стороны, мне кажется, это упрощение ситуации, просто общественность мало в курсе тех или иных законов, где Совет Федерации что-то предлагал, где он, наоборот, какие-то вопросы отклонял или какие вносил предложения. На самом деле, реальность более сложная. Не происходит так, что Госдума что-то принимает, Совет Федерации автоматически нажимает на кнопку. Это иллюзия, так считать. Но при этом, при всем, конечно, если сравнивать прошлый Совет Федерации и Государственную Думу, мы видим, что Государственная Дума занимает более активную позицию и более активно работает, и в том числе более активно работают ее представители. Совет Федерации, ему есть здесь куда идти, есть большие потенциалы для роста. Поэтому, на мой взгляд, при Матвиенко этого не будет, потому что она человек активный, она человек, которая привыкла работать, человек, который в органах исполнительной власти еще много проработал, это, Валентина Ивановна, не тот человек, который удостоится, для которого будет достаточно роль руководителя, такого, знаете, свадебного генерала, который будет просто подписывать. Нет, я думаю, что Валентина Ивановна действующий политик, который хочет влиять на ситуацию в России, и у нее есть все возможности и опыт, и авторитет для этого. Поэтому, я думаю, что Совет Федерации все-таки не будет таким органом, который будет просто подписывать те или иные документы, идущие из Государственного дома. Как вы считаете, это будет партийный орган или нет? Ведь, по сути дела, те кандидаты, которые будут выдвигаться сенаторы, это же будут сторонники какой-либо из партий. Я здесь не считаю, я могу совершенно однозначно сказать, что в Совете Федерации отсутствуют фракции по политическим партиям. Более того, в тексте предлагаемого проекта предполагается, что люди, которые будут, попадут в Совет Федерации, будут наделены полномочиями членов Совета Федерации, они будут подписывать заявление о временном приостановке членства в партии. Опять-таки, есть разные мнения. Многие заявляют о том, что такая мера, она излишня. У нас даже президент не подписывает никаких документов и нет необходимости о том, чтобы приостанавливать членство. Но, по факту, в Совете Федерации деление на партии, оно отсутствует. Я думаю, так и будет, потому что предполагается, что Совет Федерации, он представляет интересы регионов, а не различных политических партий. Политические партии у нас представлены в Государственной Думе. Поэтому, я думаю, что не будет происходить деление на фракции, в Совете Федерации не будет. В любом случае. Предполагается, что сенаторы будут довольно независимыми людьми. А есть ли опасения, что они могут стать конкурентными своим же губернаторам? Они будут представлять регион, светиться на телеэкранах, и люди будут больше отдавать предпочтение именно сенаторам и не обращать внимания на губернаторов? Я думаю, таких, наверное, опасений нет. Потому что любой человек, любой активный политик, который участвует в политической жизни, он, безусловно, так или иначе, может на прямых выборах, которые у нас предполагаются, выбору губернаторов, выступая, может получить поддержку народа и стать губернатором. Здесь разница между членом Совета Федерации, членом Государственной Думы, просто известным общественным деятелем, популярным, или каким-то представителем исполнительной власти, который пойдет на выбор, в сущности, никакой нет. Никакой специальной роли у членов Совета Федерации, что это будущие губернаторы, ни в законе, ни в практике политической системы нет. Хотя я вполне могу себе представить, что многие члены Совета Федерации могут занять должность губернаторов. Точно так же, как и обратный процесс. Мы знаем, что многие губернаторы, они сейчас представляют интересы региона в Совете Федерации. Но мы же здесь не можем говорить, что многие губернаторы представляют угрозу для членов Совета Федерации, поскольку могут занять их. Это в нынешнем варианте. Предлагается, что авторитет будет выше, у Совета Федерации. Ну, опять-таки, предполагается, и я уверен, что так и произойдет, но ничего принципиально такого удивительного в этом нет. Совет Федерации не является и не будет являться некой, знаете, такой вот школы подготовки кадров для губернаторского корпуса, откуда будут идти губернаторы. Откуда могут люди конкретные могут стать губернаторами, точно так же, как и депутаты Государственной Думы. У нас было в истории много примеров, когда депутаты Государственной Думы становились губернаторами. Я в этом ничего странного не вижу и какого-то опасения здесь у меня точно нет. Конкуренции, то есть, никакой не будет и все будет нормально? Я не вижу здесь никаких, опять-таки, я не вижу здесь никакой опасности. Если даже какая-то конкуренция между членом Совета Федерации, выдвинутым, например, законодательным собранием региона и губернатором в политической сфере, если будет какая-то конкуренция, какой-то диалог, я имею в виду в нормальном формате конкуренция, конкуренция за то, чтобы предложить больше, может быть, идей, помочь больше региону, я думаю, что ничего плохого в этом нет. Но в сущности мы понимаем, что губернатор конкретного региона все-таки с базовой точки зрения человек и более известный и обладающий большим влиянием и, в общем, человек, который постоянно занимается, который имеет реальные рычаги влияния на экономику, которым постоянно знают жители. Все-таки, какой бы ни был член Совета Федерации, мне сложно представить, чтобы он был более популярен, вернее сказать, чтобы он был более влиятельен, чем губернатор, действующий в этом регионе. Хотя, такие случаи возможны, это не общая практика, но случаи такие возможны и варианты того, когда популярный член Совета Федерации идет на выборы и станет губернатором, в этом ничего странного не вижу. А что вы думаете о введении слова сенатор в обиход постоянный, то есть узаконивание этого слова, что член Совета Федерации будет называться сенатором? Многие читатели Совета Федерации считают, что это потакание американцам, как у американцев скопировать, или вы считаете это нормальным? Вы знаете, что касается узаконивания этого термина, или введения в официальный оборот, я не вижу здесь никаких сложностей. Итак, средства массовой информации, люди, как правило, говоря о каком-то члене Совета Федерации, они же не говорят член Совета Федерации, они говорят сенатор. То есть, так или иначе, это уже вошло в некий активный словарь. Поэтому, если это используется неформально, ну, наверное, проще писать это и формально. Ничего страшного я здесь не вижу. Сенаторы, это не только сенаторы Соединенных Штатов у нас, сенаторы есть времен Римской империи, и слово сенатор это не изобретение американского народа, поэтому это классическое, собственно говоря, понятие, и поэтому ничего странного в этом не вижу, чтобы использовать слово сенатор. Наверное, это наоборот разумно, раз это используется, почему бы и не использовать это официально документ. Хорошо, спасибо большое, что вы согласились к нам сегодня прийти, ответить на вопросы наших читателей и будем надеяться, что вы еще неоднократно посетите нашу студию, чтобы поговорить о других проблемах отечественной политики. Большое вам спасибо.